Библейский портал экзегет.ру представляет Книга пророка Усия, портал экзегет, священник Алексей Волчков, первая глава. Первая глава – начало главного такого сюжетного образования, единицы сюжетной книги пророка Усия, в которой излагается история о муже и о жене, о неверной жене и о том муже, который ее любит, который страдает от того, что оказался мужем брошенным, обманутым и так далее. Этот образ является наиболее характерным, известным из тех, которые связаны с книгой пророка Усия, история, вот этот образ о муже и о жене. И вот начинается эта история первой главой. Ну, как правило, книга пророка начинается не с самого повествования, а с надписания. Это, как правило, первый стих первой главы, в котором над надписанием и излагается то, с какой книгой мы имеем дело. Итак, читаем надписание книги пророка Усия. «Слово Господа, которое было Усия, сыну Беери, во дне Узия и офама ахаза языки, царей иудейских, и во дне Иеравуама, сына Иуаса, царя Израиля». Вот начало слов Господа, обращенных к Усии. Итак, в этом надписании мы видим то, что указывается как точка, связанная с историей Усии. Указываются имена царей. Тут есть группа царей, связанных с царством иудейским, и названо имя лишь одного царя Северного царства, современником которого и был пророк Усии. Итак, Иеравуам, известный нам из учебников по истории, учебников по библистике, как Иеравуам II. Иеравуам II был последним царем, с которым было связано у Израиля одновременно и максимальное возбушение, очередной взлет могущества, влияния и так далее. При всем при этом со смертью Иеравуам II начинается череда переворотов, убийств царей, которые привели в дальнейшем к падению самого Израиля. В 722 году Северное царство Исмария была захвачена, уничтожена, оккупирована царем Ассирии Севернохиривом, и население Северного царства было уведено в плен, где там и было ассимилировано. Итак, вот то, что касается Иеравама II. Почему же здесь, спрашивают читатели, возможно, слушатели, зрители, указанное множество царей Южного царства, Иудейского царства? Тут есть для этого два обоснования. Первое объяснение такое, что это были цари настоящие, которые правили подольше, правили поосновательнее. Династия у них была нормальная, достойная. Это были Давидовичи, по-русски говоря. И самое главное, как можно предположить, формирование традиции, написание этой книги, собирание преданий о обосии происходило именно в Южном царстве. Что понятно и очень вероятно, потому что, когда Северное царство было захвачено, то начинается массовая миграция евреев, особенно людей, связанных с эскультом и с религиозными сюжетами. Это пророки, конечно же, разного рода писцы, писатели. Начинается их миграция в Южное царство. Таким образом, носители преданий об Осии оказываются на юге, при указанных царях они живут, они жили. И там формируется традиция об Осии, ставшая в итоге книгой пророка Осии. Итак, надписание прочитали. Читаем дальше историю о муже и жене, о Боге и Израиле. «Господь сказал Осии, иди, возьми себе блудную жену и блудных сыновей, ибо блудом блудит эта страна, изменив Господу». И вот в этом стихе, это у нас стих второй, излагается главное содержание, главный нерв всех первых глав в книге пророка Осии. Итак, возникает наша диспозиция, есть Осия, мужчина, есть его женщина, его жена, и есть факт, осложняющий их взаимоотношения. А именно, есть явление блуда, измены в их семейных отношениях. И слово это само «блуд» повторяется в стихе втором четыре раза, что показывает нам то, что это есть очень важное, ключевое слово, которое поможет нам понять содержание первых глав книги пророка Осии. Итак, блуд, измена, обман, нарушение однажды на себе взятых обещаний. Что можно сказать об этой истории? Ну, конечно же, возникает очень рано представление о том, что это есть некоторая аллегория, аллегория, то есть иносказание. В образе Осии выступает сам Бог, а в образе его женщины, его жены, блудницы, выступает Израиль. А на самом деле, жизнь реальная пророка Осии была стандартная, обычная, такого непонятного явления, описанного здесь, в жизни реального Осии и не было. Это такое первое толкование популярное, которое является наполовину уж точно истинным, потому что воистину, чтобы не было в реальной жизни Осия, отношения, описанные мужчиной и женщиной, точно касаются отношений Бога и Израиля. Однако, есть такая вещь в жизни пророков, которая называется пророческая экстравагантность. Пророки любили быть экстравагантными, одевались странно, говорили странные вещи, во всем этом сквозило нечто раннейшее, неудобное, вызывающее реакцию, реакцию болезненную тех, кого обидело это поведение. И в этом свете ничего необычного в том, что пророк Осии берет себе в жены ту, которая ведет себя неправильно, нарушая общепринятые нормы, ту, которая является блудницей, является вполне допустимым. Вот так пророк Осия, взяв себе в жены такую женщину, привлекает внимание к очень важному духовному сюжету в жизни Израиля. Как я, Осия, взял себе в жены блудницу, так ты, Израиль, так все вы, израильтяне, изменяете Богу. Вас шокирует поведение мое, отдельного человека Осия, а почему вас не шокирует поведение ваше, всего народа, всего Израиля, хромающего на оба колена, почитающего то Яхва, то ваших местных локальных божеств, Ваалов, Астарт и так далее. Поэтому, конечно же, возможно, мы имеем дело с аллегорией, а возможно, мы имеем дело с настоящей жизненной, такой житейской ситуацией. Берет человек в себе в жены ту, о которой известно то, что она понимает и ведет себя своеобразным, необычным, говоря иначе, неправильным, греховным образом. И вот возникает этот образ треугольника любовного. Муж, жена и любимчики жены, и те, с кем эта жена мужу изменяет. И вот этот сюжет, этот образ является наиболее характерным, свойственным всей книге пророка Осия. Вот пророк Осия о том, что жена изменяет мужу, и муж обижается, расстраивается, переживает. И вот в этой семейной истории, истории печально-трагической, предстает перед нами, предчитателем, история самого израильского северного царства. Скажем немножко про само этого слова, блудница, блудить, что имеется в виду. В древнем мире категория блудниц была гораздо более широкая, чем в наше просвещенное время. Блудницей называлась любая женщина, которая была, как мы сказали бы сейчас, себе на уме, которая сама вела свое хозяйство, ни от кого не зависела, ни от мужа, ни от сына, ни от отца, ни от тела, никакого другого такого полноценного израильтянина. Сама себе на уме, это вот, возможно, она иногда называлась блудницей. В этом отношении известная блудница Раф, возможно, была вот такой вот блудницей. Или другая ветхозаветная героиня, возлюбленная Самсона, Далила, вот тоже она именуется блудницей, хотя по нашим меркам она могла бы быть названа такой просто женщиной, живущей самостоятельной жизнью. Но, видимо, мы встречаемся здесь с другого рода блудницей. Видимо, все-таки поведение ее было гораздо более вызывающее и ранящее, чем поведение просто живущей отдельно, самостоятельно еврейнки, отдельной женщины. Какой была блудница эта женщина? Ну, два варианта. Либо она действительно зарабатывала себе на жизнь таким образом, либо она была настоящей культовой блудницей, такие тоже были. Этот сюжет, эти традиции были связаны с культами язычников. При святилищах были специальные женщины, которые вот практиковали интимные взаимоотношения за деньги, как то, что выражают небесные процессы. Процессы умирания, рождения, фертильность, плодородие. Вот все это небесные разные мифы отражались на уровне земном, человеческом, людском, вот таким вот поведением. Короче, какую-то из этих блудниц приказано Осие взять себе в жены самим Богом, что Осие и делает. Стих 3. Он пошел и взял в жены Гомерь, дочь Дивлаима. Она забеременела и родила ему сына. Вот описывается то, что Осия слушается Бога, берет себе в жены эту женщину, и имя ее указано Гомерь, либо Гомерь. Если бы это была аллегория, и Гомерь равно Израиль и точка, не более того, то, видимо, имя Гомерь было бы более какое-то говорящее, какое-нибудь связанное с землей, с городом Русалим, городом Самария, с самим народом. Но имя Гомерь никак нельзя перевести, что ли, толковать. Оно действительно личное, ничего не значащее имя. Вывод. Возможно, Гомерь была настоящая женщина, живой человек, оказавшийся связанной узами брака с живым, настоящим пророком Осией. И рождает Гомерь ему сына. Вот, дорогие друзья, в одном стихе, где есть куча неизвестных слов, отцелающих к неизвестным, как правило, событиям, и проявляется вся сложность книг Ветхого Завета. Вот мы натыкаемся на такую фразу, и у нас возникает в сердце ощущение того, что я не могу в этом ничего понять. Почему? Какой Израиль? Какой Ииуй? Или вот, как в переводе моем, Егу? Какая кровь, где она была пролита? И вот прочие вопросы вызывают у читателя библейского Библии ощущение депрессии и беспомощности. Ну, дорогие друзья, чтобы не быть пораженным, сраженным этим унынием, обращаемся в таких ситуациях к комментариям, к словарям, либо к лекциям на портале Экзегет. Итак, что тут имеется в виду? Дается имя сыну Гомере и Осия, и это имя, оно говорящее. Вот это вот имя, воистину, полное таких вот символов, отсылок, намеков и так далее. Итак, имя Израиль. Израиль – это название и местности, и название одного города. В этом городе было много всего, но в этом стихе, стихе четвертом упоминается, имеется точнее в виду, одно очень важное событие. Итак, сто лет до времени Иеравама II, сто лет до самого Осия, в этом Израиле свершается довольно печальное событие, тяжелое событие. Вот Ииуй, как написано в Библии, синодальный, либо Еху, как написано в Библии, переводы библейского общества в этом переводе, это был основатель династии, который принадлежал сам Иеравам II. То есть указывается, что в этом Израиле, основатель династии Иеравама II, династии самого Ииуя, вот нечто важное произошло. А что важное произошло? Сам этот Еху, либо Июй, положил конец другой династии, устроив по всем традициям, обычаям своего времени массовое кровопоролитие, массовое казнь, убийство, где было и коварство, и заговор, и переворот, и расправа со всеми отпрысками предыдущей династии, династии Омридов или династии Омри. Так вот, значит, как началась ваша династия о царь Иеравам II с кровью, с обманом, с изменой и переворотом, так она и закончится. Скоро вашему царству, вашей династии будет конец. И, конечно, пророк озвучивает очень опасные слова. Он предрекает грядущую кончину, окончание правящей династии. Даже в наше время, даже в современных демократиях такого рода призывы являются призывами, связанными с экстремизмом, с прочими нехорошими вещами. Тем более в Древнем мире это были очень опасные слова. Но Осей говорит, ваша династия началась плохо, она плохо и закончится. Это было в Израиле. И чтобы вы не забыли об этом Израиле, я буду называть своего сына именем этого города, где произошло кровопролитное вот это вот событие, переворот с ними на царстве династии одной, начало династии другой. Стих пятый. В тот день я, то есть Бог, сломаю лук Израиля в долине Израиля. То есть, как однажды было нечто плохое в Израиле, с Израилем, с династией правящей, то же самое вас ждет. Я сломаю, так Бог говорит, через осию элитам, в лиможам, династии правящей. Так я сломаю лук Израиля в долине того же самого города Израиля. Стих шестой. Гомер забеременела снова и родила дочь. Господь сказал ему, осие, то есть, назови ее непомилованная, потому что я больше не буду миловать народ Израиля, но несу их прочь. И вот продолжаются такие вот действия, действия, вызывающие недоумение, непонимание. Осии берет в жены странную женщину, нехорошую женщину, и называет общих детей нехорошими именами. Вот Израиль. Зачем это было так? Вот провоцировать это внимание, негодование у властей? Нет, назвал Израиль. Вот еще назвала дочь второго своего ребенка непомилованная. И всем было понятно, почему непомилованная. А потому что, как осие утверждал, Бог не помилует больше ни разу свой народ. Но ждет народ Израиля расправа, казни и прочие бедствия. Замечают комментаторы то, что вот в этом стихе шестом нет намека на то, что осия был ее отцом. Написано, что просто гомер забеременела, гомер блудница забеременела и появляется дочка в семействе, которая получает имя непомилованная. Читаем дальше. Стих 7. Вот стих 7 меняет как будто бы тональность повествования, указывая на то, что северян не помилует. Их ждет падение столицы, захват, изгнание, плен. А вот южан помилует Бог. И, конечно же, комментаторы видят в этом такую вот редакционную правку, вставку, где говорится о том, что вот народ Иудея ждет еще дальнейшее существование без плена, без расправы, без завоевания и так далее. Потому что в Иудее есть очень важное для автора Библии, для библейской традиции, очень важное что-то, а именно что? Нужная династия Давидовича и нужное сооружение, храм Божий, храм Господень в Иерусалиме, где происходят правильные действия, прописанные в Торе, в Пятикнижье, ритуальные, богоугодные жертвы. Читаем дальше, стих восьмой. «Выкормив грудью непомилованную, она забегеременела и родила сына». Это Гомер. Рождается третий ребенок в семье Осии. Это сын. Тоже не сказано нигде, что Осия является его отцом. Возможно, он был его отцом, а возможно, не был его отцом. Тогда Господь сказал, назови его «не мой народ, ведь вы не мой народ, и я не буду ваш». И вот еще одно дикое, непонятно странное имя «не мой народ». Вот такое имя дается третьему ребенку Осии. И, конечно же, это имя имеет символику, имеет значение «я Бог не ваш Бог, и поэтому вы, народ Израиля, не мой народ». И вот такое семейство, где есть сын Израиль, дочь непомилованная и сын «не мой народ», и мама блудница, она вот живет, и в этом семействе главой его является сам пророк Осия. Дальше читаем. И немножко меняется тональность в обествовании, меняется регистр, тональность рассказа, минор сменяется мажором. Грустное описание реалий жизни Осии и его семейства сменяется на некоторые такие обнадеживающие пророчества. Итак, читаем стих 10. «Сыны Израиля будут многочисленны, как морской песок, который не счесть и не измерить, и не скажут им больше. Вы не мой народ, но назовут сыны Бога живого». Это свойство типичных книг пророческих, после описания бедствия, изгнания, плена, есть пророчество о грядущем спасении. И как однажды народ израильский прошел через стадии непомилования, благооставленности, однажды его тоже ждет прощение и восстановление, и возрождение, и описываются типичными библийскими образами, многочисленность этого народа, их будет, этих израильтян, как морской песок, который не счесть и не измерить. «Сыны Иуды и сыны Израиля соберутся вместе и поставят себе единого вождя, и поднимутся они из земли, ибо велик день Израиля». И вот этим таким вот настоящим мессианским пророчеством заканчивается первая голова. Когда мы читаем такое выражение «день Господень и будет в тот день», вот такие вот выражения, это всегда обозначает отсылку на мессианские времена. Однажды Бог вмешается, и будет вот то, что написано. А что записано здесь? Соединение всех колен сыновей Иуды, это Южное Царство, и сыновей Израиля, Северное Царство, будет един вождь, един царь. И как они в землю все пали, или были погребены, покоронены, они поднимутся из этой же земли. Ну, конечно же, во всем этом мы видим описание мессианских событий, а именно пришествия Мессии, одного царя над всеми людьми нашей планеты, и восстание, возможно, людей усопших, умерших, из мертвых, из земли. Это была первая голова книги пророка Усия, священник Алексей Волочков, портал экзогет.ру. Спасибо за внимание.